Всем привет из спортивно-оздоровительного лагеря «Полёт». Сегодня 16 сентября, на мне тёплая кофта и лёгкая небритость, а это значит, что начинается седьмой фестиваль бардовской песни «Душа-2017». На сцене последнее приготовление, а уже через несколько минут нас ждёт грандиозная церемония открытия. Пойдём смотреть. Здравствуйте, Лиля! Судя по бейджику, вы сегодня волонтёр, и, кстати, у неё сегодня день рождения, поэтому мы всем огромным коллективом организаторов этого фестиваля и зрителей тебя очень поздравляем с этим праздником. Скажи, пожалуйста, что для тебя в этот праздник сегодня помогать людям, быть здесь с самого утра и какой-то раз на душе, и что это для тебя значит в целом? Я уже четвёртый раз, значит, на душе, да, и, не знаю, получаю я нереальное количество эмоций. Вот мы приезжаем сюда на сутки и просто заряжаемся такой атмосферой, что, я не знаю, потом месяц отходишь от этого всего. Ну и да, вот как-то так получилось. В течение обстоятельств у меня сегодня день рождения. Вот. Я уверен, оно не случайно. Мы тебя ещё раз поздравляем и крутого тебе бомбического фестиваля сегодня. Ура! Спасибо! Ребята, за нами редкий вид барда, бард-авиационный в естественной средеобитании. Пойдём поговорим. Привет! Привет! Откуда приехал и какой ты раз на душе? Расскажи нам. Я приехал к вам первый раз из Сасовского лётного училища. Илья Натарана. Чем будешь сегодня удивлять зрителей? Что подготовил? Какие номинации? Я надеюсь, я точно не буду удивлять их тем, что забуду слова в своей песне. А номинации у меня в авторской песне. Песня называется неисполнительным. Песня о любви, немножко грустная. Конечно, о небе, в котором мы все куда-нибудь будем. Спасибо тебе огромное. Желаем огромной удачи. Тем более, что это твой первый фестиваль. Елена Александровна, добрый вечер. Через несколько минут начинается фестиваль. Судя по тому, что стоим на фоне пожарной машины, будет жарко. Расскажите, чего ждёте от сегодняшнего вечера? Да, подтверждаю. Будет. Реально, ребята приехали разноплановые, но все очень сильные. И думаю, что борьба будет не шуточная, не детская. Поэтому я думаю, что неважно от того, кто победит, зажигать будут в конце все на дискотеке под сиреной этой машины. Субтитры создавал DimaTorzok Легко меня уносит через год. Наташа, привет. Ты только что с ассоциацией. Как ощущения? Как там? Принимают? Принимают очень классно и здорово. Атмосфера просто нереально крутая. Выходишь, конечно, немного потрясывает, но когда уже начинаешь выступать, просто получаешь нереальный кайф. И поддержка зала, конечно, очень большого стоит. Ты молодец. Мы хлопали, что есть силы. Я слышала и видел. Спасибо большое. Теперь только ждать результатов и отдыхать на фестивале Душа. Да, спасибо большое. Поздравляю тебя с отличным выступлением. С нами Сергей Терехин. Закончился первый блок выступлений, самый большой, самый объемный и самый впечатлительный на седьмом фестивале Душа. Если можно, прям по горячим следам несколько слов эмоций от увиденного и от услышанного. Эмоции традиционно положительные, отрицательного здесь быть не может, потому что ребята, ну, кто-то знакомый с предыдущих фестивалей, кто-то в кого-то первый раз в этом году увидел. Есть интересные эмоции. Кому-то эмоции мешают, сразу могу сказать. И было видно по исполнителям, что, наверное, переволновались. Где-то воздух, может быть, слишком передышал. Слишком свежий. Да, и слишком свежий, и немножко голова пошла не туда, видимо. Но немножко обидно было за ребят, которые где-то там что-то не доработали, не знаю, по каким мотивам. Но в целом, в целом, очень приятное впечатление. Как и ожидал, собственно говоря, то, что хотел сегодня услышать, примерно услышал. Надеюсь, дальше будет только лучше, лучше и лучше. Очень понравилось то, что ребята со своими авторскими выходят, не стесняются петь песни, замахиваться на метров и пытаются сделать как-то даже не сдублировать, а своё что-то вместилось в песню. Поэтому, впечатляем, на авторскими хорошие. Ну, у тех, у кого сегодня, может быть, что-то не получилось всё ещё впереди, как и у нас впереди второй блок выступлений. Прямо сейчас. Извиняюсь, окормить будут всё. Ну, а выступление наших участников плавно подходит к своему завершению, и совсем скоро мы узнаем, кто же стал самым ярким, запоминающимся и крутым исполнителем на сегодняшний вечер. Ну, а я пока пользуюсь своим служебным положением. Хочу сказать, что продаю лыжи. Рост 197, ботинки 45-го размера. Первокурсники, скоро зима, так что пишите в личку. Ну, что, наконец-то конкурсная программа закончилась. Сергей, ваши впечатления, пару слов о прошедшем мероприятии. Ну, у меня это уже третий фестиваль, поэтому я уже почётный член жюри вашего замечательного мероприятия. Я очень люблю этот праздник, мне очень нравится вот оптимизм, который горит в глазах ребят. Мне очень нравится ваше единение душ, как вы проводите время вместе, как вы поддерживаете друг друга, как вы искренне болеете, как за своих товарищей, так и за соперников из других учебных заведений. Я вспоминаю свои лучшие годы, когда я был такой же, как вы, молодой курсант, студент. Это здорово. Фестиваль прекрасный, я думаю, что это развитие нужно обязательно сохранять. Спасибо вам, спасибо и за настроение, и за то, что всегда к нам рады в гости приехать. Спасибо огромное вам. Спасибо большое. Куда все ребята? А, Сергей, а вам лыжи не нужны? Лыжи? Да. Пожалуй, нет. Друзья, в ноги мы запомним фестиваль душа 2017. До встречи через год. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok